МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Ольги Пырычкина. Смотрите сегодня. Безопасность государства и населения. В Чувашском государственном университете прошла научно-практическая конференция. С мусором в объезд. Автопоезда с мусоросортировочной станции в Чебоксарах под наблюдением спутника. Изящество и сила в Чебоксарах дали старт всероссийским соревнованиям по спортивной аэробике. Газпромбанк открывает в Чебоксарах центр поддержки клиентов. Об этом сегодня шла речь на встрече главы Чуваши и Михаила Игнатьева с представителями банка. Первый вице-президент банка Валерий Серегин рассказал, что контактный центр начал работать в тестовом режиме 6 апреля. Он расположился на площади Речников. «Было более 20 городов по России. Мы там ездили, смотрели, выбирали. В конечном итоге был короткий список из трех городов. Это Римбург, Астрахань и Чебоксар. Последние споры были жаркие. Нас активно споняли одно споро, но мы, в конце концов, остановили Чебоксар. Первое, что нас очень порадовало, что есть достаточное количество образованных, толковых людей. 16 высших учебных заведений, но есть из кого выбрать. Потому что работа самого контактного центра подразумевает, что нам нужно будет набрать до конца этого года и начала следующего более полу тысячи человек. Второе, оказалось, что здесь довольно-то хорошая связь. Связь для нас очень важный момент. Если уже вкладываете, есть желание открыть контактный центр, как правильно называете, то я приветствуюсь. Условия, которые мы будем создать, мы это создать. Для этого вы можете быть уверены. Планируется, что на полную мощность контактный центр заработает в середине 2017 года. О безопасности государства и населения в период политических и экономических санкций, санкций, причинах распространения экстремизма, состоянии банковской системы страны в кризис и многом другом говорили сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Там прошла Всероссийская научно-практическая конференция. В конференции, посвященной безопасности личности и государства, на этапе политических и экономических санкций приняли участие 36 ведущих вузов страны, включая МГУ имени Ломоносова и Университет дружбы народов. Участники работали по пяти секциям. Работа на тему безопасности, обеспечения прав и свобод, развития бизнеса, уголовного и административного права представили студенты, аспиранты, магистранты, ученые. В работе конференции принял участие глава Чуваши, он отметил, каждый гражданин России должен быть уверен в завтрашнем дне. В стране необходимо сохранить стабильную общественно-политическую обстановку. К этой работе Михаил Игнатьев призвал подключиться и молодых специалистов. Ситуация на предприятиях концерна, тракторные заводы по-прежнему в зоне пристального внимания власти республики. Сейчас там работают в общей сложности около 10 тысяч человек, а 60% находятся в вынужденном простое. Какие меры предпринимаются для финансового оздоровления и чего ждать сотрудникам в ближайшее время в нашем сюжете? В Чувашии разработана программа по содействию занятости сотрудников предприятия, которая находится на согласовании в правительстве России. Планируется направить порядка 180 миллионов рублей на поддержку работников. По инициативе главы Чуваши Михаила Игнатьева, вопросы поддержки концерна неоднократно обсуждались в правительстве страны. Был принят ряд решений, после чего глава государства дал поручение разработать комплекс мер. Обсуждалась ситуация на совещании, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев в Чебоксарах в марте. Наверное, есть проблемы бизнеса, которые должны быть решены по другим каналам с точки зрения возможности пополнения оборотных средств. Посмотрим, как будет предприятие себя вести с точки зрения поведения хозяев. Если эта перспектива будет видна, мы, безусловно, с точки зрения поддержки квалификации на этом предприятии, можем эти программы реализовывать и в этом году. Ожидается, что уже в июне ситуация должна улучшиться. Но пока задолженность перед кредиторами и бюджетом остается высокой. В этих условиях руководство концерна вынуждено идти на непопулярные меры. Я думаю, что на днях будет подписано для нас тяжелое решение. Это приказ о приостановке деятельности предприятий концерна. Тем не менее, где-то порядка 40% работников общества будут находиться на рабочем месте. Они будут выполнять заказы, тем не менее. Будут отгружаться и комбайны, и трактора. И промо-тератор вагон будет частично загружен заказами в рамках кооперации по предприятиям концерна. Поэтому по 60% рабочих будут находиться в простой май месяц с 2 трети заработной платы. То есть работа по восстановлению концерна ведется на всех уровнях. Я еще раз говорю, что думаю, что мы где-то в июне месяце, в конце июня, мы увидим результаты этой работы. В правительство республики поступило обращение от депутатов Государственного совета Чувашии Новочебоксарского городского собрания, в котором выражается обеспокоенность с состоянием дороги по улице 10-й Пятилетки. В письме говорится, что несмотря на построенную дорогу на полигон ТКО, крупногабаритный транспорт Чебоксар якобы продолжает добираться к месту назначения по Новочебоксарску. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Павлов решил лично проверить, правда ли автопоезда со станции едут на полигон через город Спутник. Крупногабаритному транспорту дороги нет. Но Чебоксарск, так же как и столица республики, закрыл проезд по дорогам города. Движение без специальных пропусков невозможно. Машины, перевозящие мусор по другому автопоезда, наполняются сортированным и спрессованным мусором здесь, на мусоросортировочной станции в Чебоксарах. Сюда привозят отходы со всего города. Затем формируется автопоезд, который и отправляется на полигон твердых коммунальных отходов. Перевозится он по трассе, получается М7, через Атлашево на полигон Новочебоксарский. И на каждой машине, хочу сказать, что установлены датчики ГЛОНАСС, которые показывают любой момент времени, какой маршрут проложила та или иная машина. На специальном компьютере отслеживается движение каждой машины. Установлена система GPS-мониторинга. Можно выбрать любую дату и любой автомобиль, чтобы узнать, как он двигался и с какой скоростью. Можно, как и онлайн, отследить, на каком момент она сейчас где находится. И можно даже историю поездок отсмесить. В частности, выбирайте любую машину, мы можем посмотреть ее маршрут. Номер 145-й. 145-й, говорите. Поездки мы отмечаем. В период времени любой выбирайте. 8 марта. Марта 8 марта. Давайте 8 марта, пожалуйста. Вот. Идет построение маршрута. Развязка вятки. Вот она федеральная дорога, она вот красная. Поворот на Тлашево. Вот Новый Тлашево. И вот наш полигон, соответственно, здесь виднеется. Все, здесь произошла разгрузка. То бишь, данное транспортное средство за этот период, то, что мы сейчас запросили на 8 марта, отклонений от маршрута не имело. За два часа он уехал и вернулся. Ну, если будут отклонения, значит, соответственно, будем какие-то меры разбираться, в какой причине это произошло. Это просто так мимо не проходит, потому что мониторится. Это вот в течение дня. Давайте ради интереса возьмем период времени, месяц. Давайте. Вот выберем прошлый месяц. Вот машина данная. В течение месяца не имела ни одного отклонения от нашего маршрута. Вот наш МПС. Наша съемочная группа решила проверить, как двигается только что загруженный автопоезд. Машина из Чебоксар свернула сразу на развязку. Кстати, автотранспортные средства управления отходами оплачивают проезд по федеральной трассе в системе Платон. Ежемесячно такие автопоезда перевозят почти 8 тысяч тонн отходов. Ежедневно 5 машин делают по 3-4 рейса. Через Новочебоксарск эти машины не ездят. Они очень хорошо отличаются от всех других. Это автопоезд. Если увидите автопоезд с двумя прицепами, то я считаю, что можете сразу обращаться к нам, и мы примем меры, если такое случится. По информации Министерства природных ресурсов, по Новочебоксарску двигаются мусоровозы, которые занимаются сбором и транспортировкой отходов в городе Спутники. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. Ветераны – особые гости. В преддверии Дня Победы предприятия Республики чествуют участников войны. С труженьками тыла из Янтиковского района встретились работники Чебоксарской кондитерской фабрики. Подробности в следующем материале. Кондитерская фабрика «Оконт» всегда смотрит в будущее. Но с особенным трепетом коллектив предприятия относится к прошлому, к военным и послевоенным годам. Ведь именно с 1943 года началась история современного «Оконт». В преддверии 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Чебоксарскую кондитерскую фабрику посетили дети войны и труженики тыла из Янтиковского района. На предприятии поддерживают связь поколений, отмечает его руководитель. Этим мы хотим, конечно, своими встречами или приглашениями на фабрики, хотим показать, что мы тоже с вами, что мы о вас не забыли и хотим быть рядом. Ну а второе, почему бы мне, как руководитель, не показать подрастающим поколениям, работникам фабрики, свое отношение в обществе к людям другого поколения. У нас достаточно часто бывает со многих районов делегаций абсолютно разных слоев населения и общества. После экскурсии по цехам, чаепития и дегустация десертов. Многие на фабрику приехали впервые. Гаврил Алексеев когда-то и сам руководил большим предприятием района. Признается, что ему всегда было интересно увидеть, как производят окондовские конфеты. Здесь первая чистота и порядок, культура обращения. Большое спасибо, что нас, детей войны, в таком хорошем состоянии приняли нас в кондитерской фабрике. Руководитель фабрики Валерий Иванов рассказал почетным гостям о последних победах и планах на будущие годы. Агонт вновь занял первое место в экономическом соревновании среди крупных промышленных предприятий республики по итогам 2015 года. В ходе беседы обсудили высокую значимость дочернего предприятия «Контагра» для Янтиковского района и республики. Было отмечено, что в скором времени молочный комплекс увеличит свои производственные мощности. Планируется возведение нового цеха и расширение ассортимента молочной продукции. А мы тем более знаем, как он из газет, из телевидения, на каком уровне работает, какие у него успехи, чего они добиваются. Вот все это им интересно. Вот они сами ко мне приходят. Вот нельзя ли там съездить, посмотреть. Очень мы все рады, что Агонт добивается успехов из года в год. На память о встрече генеральному директору фабрики вручили благодарственное письмо. Гостей также не отпустили. С пустыми руками. С монтировкой против бумажной газеты в обмане и клевете улечили читателя партийную газету «Справедливая Россия». Нападком издания подвергся и высокопоставленный чиновник Чуваш и врач районной больницы. Главврач Вурнарской районной больницы Николай Тинюков прочитал партийный листок «Справедливой России» и крайне удивился, обнаружив там собственную фотографию и высказывание. Это меня тоже возмутило. Конечно, я никакого разрешения на использование моей фотографии и моих высказываний никакой газете не давал. Даже партийная газета фальсификации одного материала не ограничилась. Почтовые ящики чебоксарцев, как пишет здание СР, подверглись атаке подчиненного одного высокопоставленного чиновника. Он якобы руководил операцией по взлому этих самых ящиков. Вооружились монтировками, подчиненные по версии издания вскрывали почту граждан лишь для того, чтобы партийная газета тиражом почти в 400 тысяч экземпляров не попала к читателям. Прямо указывается откровенная клевета. Как раз эти обороты, скорее всего, или по всей видимости и так далее, вот эти обороты направлены на то, чтобы избежать ответственности. Но здесь, когда конкретная фамилия указывается, не удастся избежать ответственности. Можно обратиться в сельском суд, о защите чести и достоинства по статье 151 Гражданского кодекса. Есть уголовная ответственность, часть 2, статья 128.1, Уголовный кодекс Российской Федерации. Иск о защите чести и достоинства уже готовится, а лояльные к партии люди начинают сомневаться. Я уважаю некоторых депутатов справедливой России. И считаю, что в парламентах должны быть разные точки зрения, дискуссии. Но вот то, что есть такие публикации, уровень доверия у меня начинает снижаться. Это хуже для партии, когда читатели смотрят и видят такой недоказуемый, недоказательный материал, который написан не очень грамотно и неубедительно, да? Ну, тогда действительно, сожаление только, разочарование, что вот парламентская партия допускает такие вещи. Подавляющее большинство чебоксарцев при желании могли бы прочитать газету эсеров, достав ее как из собственного почтового ящика, так и в любом другом месте. Благо, засыпан ею весь город. Сегодня справедливоросы не постеснялись оболгать и подставить врача из Вурнар и чиновника из республиканского правительства. Если для этого нужно сломать пару почтовых ящиков горожан, что ж, жертва небольшая. Завтра, когда потребуется очередная порция грязи, партийные активисты вынесут те же самые ящики из подъезда на свалку. Кого в этом обвинить? Всегда можно придумать. Так что убирать город сегодня приходится не только от зимнего мусора. В субботу в налоговых инспекциях по всей России пройдут дни открытых дверей по вопросам декларирования доходов. В Чебоксарах всех желающих ждут по адресу Базарная, 40. Вы, автовладелица, не представляете свою жизнь без машины, но при этом не оплачиваете штрафы и кредиты. В таком случае вы рискуете, однажды, выглянув в окно, не обнаружить своего четырехколесного друга. В Чебоксарах стартовали рейды по взысканию задолженности с недобросовестных граждан. Только на этой неделе свыше 20 авто арестованы судебными приставами в Новоюжном районе столицы республики. Программа «Мобильный розыск» позволила оперативно пробить владельцев на наличие штрафов за нарушение ПДД. Как показывает практика, метод оказался действенным. Один из должников под угрозой ареста транспорта в течение получаса вернул 140 тысяч рублей. Всего удалось взыскать свыше 300 тысяч рублей. Сейчас в республике налажено электронное взаимодействие между службой судебных приставов и МВД «Чувашия». Многие административные штрафы за нарушение ПДД с истекшим сроком добровольную плату приходят напрямую в орган принудительного исполнения. Должникам свыше 10 тысяч рублей грозит не только арест авто, но и при остановлении действия водительских прав. Избежать неприятных встреч с представителями органов можно. Достаточно вовремя погасить долг. Сегодня в Чебоксарах дали старт чемпионату первенству России по спортивной аэробике. Соревнования продлятся все выходные. Зрители ожидают захватывающий турнир на кону путевки на мировой чемпионат. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даже во время приветствия команд участники турнира выкладываются на все 100%, выставляя на показ свое изящество и спортивную подготовку. Парад регионов превращается в настоящее шоу. Тон чемпионату задали и профессионалы аэробики. В столицу республики с показательной программой приехали члены сборной страны. Бороться за награды и кубки всероссийского турнира в Чебоксарах будут представители 25 регионов. Всего более 800 человек. Президент Федерации спортивной аэробики говорит, что это настоящий рекорд. Это показывает гигантский рост популярности нашего вида спорта спортивной аэробики в России. Ну а если это популярно, это всегда принесет ожидаемые результаты, большие победы на международных стартах. Успехов на мировой арене не первый год добиваются и представители республиканской школы аэробики. В Чувашии этот вид спорта становится популярным, отметил глава региона Михаил Игнатьев. У вас перспектива очень хорошая. Думаю и рассчитываю на вас, что многие из вас станут чемпионами мира, чемпионами Европы. Кто-то станет олимпийским чемпионом. На вас практически будут равняться другие молодые люди. Девушки, юноши. Потому что это вырабатывает характер, вырабатывает мужество. Чувашская команда надежды уже начала оправдывать в борьбе за Кубок Федерации. Спортсмены заработали 18,5 баллов. Девчонки признаются, что судьи оценили исполнение сложных элементов. Тренируемся в последние недели перед соревнованиями очень много. Сколько мы тренируемся? Много. По 5-6 часов. Бороться за медали спортсмены продолжат выходные. Всего будет разыграно 63 комплекта. Накал борьбы на этом чемпионате высокий, ведь именно по его итогам сформируют сборную команду для участия в чемпионате мира, который пройдет в Корее уже этим летом. Дмитрий Ковалев и Олег Егимов. Республика. В Чуаши прошел международный семинар, организованный информационным центром Молинформ. Гости столицы республики познакомились с новинками оборудования в молочной индустрии и обсудили эффективную организацию работы на производстве. Одной из площадок семинара стал Ядринский молокозавод. Репортаж об этом смотрите далее. Я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных. На Ядринском заводе по производству и переработке молока многолюдно. Руководители и главные специалисты, перерабатывающих предприятий со всей страны приехали в Чувашию на международный семинар, посвященный особенностям производства молочной продукции. Здесь участникам наглядно показали, как теория воплощается на практике. Посетили завод Ядрин молоко специалисты из Польши. Совсем недавно здесь установили новую польскую линию по производству творога. Продукт готовится в закрытых емкостях и сразу отправляется на фасовку. Такой метод исключает контакт с внешней средой, что значительно повышает качество творога. Ядринский молочный завод это один из самых максимально автоматизированных заводов в этой части Европы. И сильно можно конкурировать с западными заводами, которые сейчас работают. На основе этого, конечно, получается лучший продукт на выходе, с лучшим сроком хранения продукта, вкусом. И самое главное, Ядринский молочный завод выпускает тоже очень много натуральных продуктов. Во время экскурсии гости познакомились с работой каждого цеха. От приемки молока до фасовки готовых продуктов. Впечатлили коллег собственная лаборатория завода и полностью автоматизированный процесс. На Ядрен молоке работают чуть больше 300 человек, но этого персонала достаточно, чтобы перерабатывать 200 тонн молока в день. Все свежо, все новое, все рабочее, очень мало персонала, который бесполезно как бы ходил по заводу, все заняты работой. В общем, все самое лучшее здесь, по-моему, на сегодняшний день. Компания Ядрин молоко имеет почти 100-летнюю историю, но три года назад завод полностью преобразился. Все оборудование заменили на современное, персонал переобучили. И сейчас производство соответствует мировым стандартам качества. Такие перемены позволяют развиваться даже в период экономического спада. Сейчас наращиваем объемы. Мало того, что мы хотим еще порядка 100 миллионов вложить, инвестировать в свое производство. Буквально начат процесс для увеличения, расширения производства молочной продукции. После экскурсии, увидев своими глазами все этапы производства, участники семинара с удовольствием дегустировали продукцию завода. Широкий ассортимент кисломолочных продуктов пришелся гостям по вкусу. Помимо молока и масла особенно оценили творог различной жирности, и сладкие йогурты. Эти же продукты нравятся покупателям по всей республике и соседних регионов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова